Внеплановые проверки начнутся в ближайшее время. МЧС планирует провести более 30 учений пожарно-тактических занятий в торговых центрах Прикамья. Дни Газпрома в Пермском крае свою продукцию в рамках мероприятия сегодня представили десятки предприятий Прикамья. Большинство объектов нового пермского зоопарка будет закончено к середине июня. Отставание от графика сократилось до 80 дней. Новости НРБК Пермь. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. МЧС планирует провести более 30 учений пожарно-тактических занятий в торговых центрах Прикамья. Ближайшие в торговом центре Сатурн в Чусовом. На территории Перми и Пермского края работают 87 развлекательных и торгово-административных центров площадью более 3000 квадратных метров. По информации МЧС Прикамья, за прошлый год на всех объектах были отработаны аварийно-спасательные работы. В том числе по согласованию с собственниками тогда было проведено 5 пожарно-тактических учений и 32 пожарно-тактических занятия. На этот год запланировано 5 и 26 мероприятий. Соответственно, из внеплановых проверок инспекторы МЧС Прикамья выйдут на объекты с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время, пояснили в ведомстве. На накануне Генпрокуратура получила проверить все торговые центры в стране, имеющие развлекательные центры. Региональным прокуратурам поручено обратить особое внимание на наличие работоспособных систем сигнализации и пожаротушения. В Краевой прокуратуре РБК отмечали, что в ближайшие дни составят графики проверок ТЦ. Такое же поручение дала и глава региона. По официальным данным известно о 64 погибших, из них 41 ребенок. Главная причина, по версии следователей, короткое замыкание. Десятка предприятий Края сегодня представляет свою продукцию на НПО «Искр» в рамках мероприятия «Дни Газпрома» в Прикамье. С визитом в столице региона заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов. Подробнее узнаем у нашего корреспондента на связи со студией Артур Максимов. Артур, приветствую тебя, ждем от тебя подробности. Стас, приветствую тебя. Зам. председателя правления ПАО «Газпром» уже успел обойти большую часть предприятий, представленных на выставке, а их более 40. Из самых крупных это и «Искра», на площадке которой проходит выставка, это ОДК «Стар» и другие. Работа в рамках «Дни Газпрома» ведется по пяти направлениям. Это машиностроение для ТЭК, приборостроение системы мониторинга, IT, некие уникальные комплексные решения и безопасный труд. Ряд прикамских предприятий, к слову, уже давно и плодотворной работы с «Газпромом», к примеру, тот же «Сорбент», покрывает от 10 до 15% от потребностей «Газпрома» и его дочерних компаний по отдельной линейке респираторов. И, как нам стало известно, в 2018 году компания планирует увеличить эти объемы сразу в два раза. Хотелось бы, не кривя душой, больше динамики, конечно, поскольку достаточно много бюрократических моментов. Наши успехи на отдельно взятых дочках, дочерних компаниях, компаниях «Газпром» не гарантируют нам успеха на других дочерних компаниях, где, на самом деле, может быть даже и аналогичные условия труда. И поэтому мы шаг за шагом вынуждены от дочки к дочке двигаться, для того, чтобы нашу продукцию узнавали везде. Артур, скажи, были ли даны какие-то поручения после посещения Виталием Маркеловым стенда «Сорбента»? Действительно, Виталий Маркелов уже успел посетить стенд «Сорбента» и выслушал проблемы, с которыми сталкивается компания. И вот как нас заверили представители «Сорбента», Виталий Маркелов тут же дал поручение одному из своих помощников неким образом централизовать поступление информации, чтобы этот процесс был более быстрым. Артур, спасибо. Держи нас в курсе событий. Большинство объектов нового пермского зоопарка будет закончено к середине июня. Подрядчик компании «РЖД-строй» продолжает сокращать отставание от утвержденного графика. На сегодня оно составляет 80 дней. По словам руководителя проекта Ильи Козырева, в начале лета должны быть закончены работы, связанные с инженерными сетями и внутренней отделкой всех помещений. Генподрядчик продолжает сохранить положительную динамику на площадке. В ежедневном режиме на объектах труится около 320 специалистов и 40 единиц техники. Сейчас планируем стартовать по внутренней отделке помещений основных. Соответственно, коллектив будет увеличиваться. Активно сейчас по внешним сетям приступаем к работам. То есть тоже будет численность персонала расти. Но в тот же момент будут заканчивать кладку, будут заканчивать монолит, и персонал будет с тех видов работы уменьшаться. То есть средняя какая-то текучка. У нас вот примерно те параметры, которые я озвучил. Там 320-325 специалистов. Ну добавим, строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. В рамках первой очереди на территории объекта появятся такие объекты, как лесная мозаика, полярный мир, страна обезьян и тропический рай, африканская саванна, а также гражданские здания и ветеринарная лечебница. На поддержку активных студентов и аспирантов, занимающихся разработкой инновационных продуктов, будет направлен доход эндаутмент фонда Пермского классического университета. В минувшем году фонду удалось заработать более полумиллиона рублей, сообщает сам ВУЗ. По сравнению с 2016 годом сумма увеличилась в полтора раза. Как отметил глава попечительского совета фонда Дмитрий Теплов, средства целевого капитала будут выплачиваться молодым ученым в виде стипендий и грантов на междугородние и международные научные поездки. При выборе получателя весомую роль будет играть также общественная и волонтерская деятельность, которую ведут претенденты. Фонд целевого капитала классического университета начал работу в 2014 году. За первый год было собрано 3 миллиона рублей. На сегодня его общая сумма составляет более 9,5 миллионов рублей. Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро. Сегодня в начале валютных торгов, по оценке аналитиков, в течение дня российская валюта отыграет вчерашние политические новости, связанные с высылкой российских дипломатов. Однако эксперты предполагают, что рубль не будет идти на поводу у политики, так как в конце марта ожидались крупные продажи валюты игроками в рамках налогового периода. По их мнению, внутренняя макроэкономическая стабильность и цены на нефть пока сильнее влияют на курсы образования, чем политические факторы. Сегодня, 27 марта, нефть торгуется в плюсе. По данным на 10 утра Москвы, баррель Brent стоит 70,16 доллара. Прогноз аналитиков в случае усиления нисходящей коррекции по нефти курс пары доллар-рубль восстановится до отметки 57,80. Но пока лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми в БКС Банке 5705, по продаже в Банке Нейва 57,35. Лучшее предложение по покупке евро в Банке Нейва 71,10 рубля, по продаже в БКС Банке 71,34 рубля. На этом пока все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова